Итак, мы сейчас уже в 2020 году и кое-что в SEO изменилось, кое-что осталось как было, кое-что ушло навеки и сегодня мы поговорим про SEO-тренд 2020 года, что нас ждет, какие трюки работают, какие трюки стоит забыть. Меня зовут Николай Шмычков, вы конечно же на канале SEO Quick, если вы еще до сих пор не подписались, обязательно подпишитесь, в этом видео будет очень много всего интересного. Первый же тренд, который вы наверное же слышали, это БЕРД. БЕРД, что это такое? БЕРД это новый алгоритм, про него стало известно еще в январе 2019 года, то есть год назад. Это алгоритм, который предназначен для предугадывания смысла предложения, то есть как они его сделали? Они решили научить нейросеть очень простому. Они решили, давайте-ка научим Google предсказывать слова, закроем часть фраз, масками, ну типа неизвестными, и пускай Google предсказывает их. И если мы его научим предугадывать слова, то есть с определенной долей вероятности, значит Google точно будет учитывать намерение, даже если запрос поисковый пользователя будет неполным. И таким образом мы сможем предугадывать полную версию запроса, который имел в виду пользователей. Что это значит? По факту это значит, что теперь эра точного вхождения ключевого слова в заголовок и точного запроса уже может уйти, как говорится, кануть в лету. То есть, условно говоря, Google Берд будет учитывать полный смысл этого запроса. Например, раньше у него были серьезные проблемы с предлогами. Google иногда игнорировал, допустим, как парковать машину без бордюра. Иногда мог показывать картинку, как парковать машину на бордюр. И, то есть, когда вы говорили четко без, он путал. Иногда, когда вы путали, то есть писали направление поезда из одного города в другой, он иногда предлагал варианты наоборот. И он не учитывал иногда порядок слов. И это было тоже серьезной проблемой. Сейчас же Google Берд будет это делать, будет это учитывать. И это скажется на SEO. Как же это скажется? Давайте разберем. Теперь для написания текста неважно будет учитывать просто, допустим, циферки Свардстата и ключевые запросы. Важным фактором будет изучение так называемых Long Tail Keywords. Это длинных вот этих хвостовых фраз, низкочастотных, ну или действительно уникальных длинных фраз, про которые Анатолий говорил в прошлом видео. Ссылочку я оставлю в описании. Продвижение по низкочастотным запросам теперь может стать действительно трендом. Мы тогда об этом догадывались, а сейчас это становится фактом. Но маленький трюк, теперь не все низкочастотные запросы годятся. Нужно учитывать только те запросы, которые реально спрашивают пользователи. И желательно учитывать именно порядок слов для сохранения смысла предложения. Теперь фактически весь контент нужно будет насыщать именно низкочастотными версиями длинных фраз, чтобы смысл предложения не терялся. Потому что Google Beard все-таки будет сопоставлять недописанную фразу с реально потенциально дописанной, что имел в виду пользователи. Теперь при сборе семантического ядра вы должны разделять семантику не просто машинально по словам, а еще и по смыслу. То есть если этот запрос по смыслу не подходит в этот кластер, значит его использовать для этого абзаца или для этой страницы нет необходимости. Что это нас ждет? По факту нас ждет массовое переписывание страниц, которые сейчас начинают будут терять позиции. То есть если вы видите картинку, что позиции страницы падают без на то видимых причин, значит ее нужно переписывать. Ставите ее на маркер, что ее надо переписывать. Под нее подбираете заново семантику, уже современную семантику четко под эту страницу и расширяете, переписываете, обновляете контент. Фактически это первая задача в SEO, которую нужно будет сделать уже сейчас. Второй момент, на который я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, это конечно же то, что Google начинает обращать внимание на то, как вы, как точнее к вам относятся пользователи, к вашему сайту. Как они с ним взаимодействуют, какие кнопочки они нажимают, как они его читают и мы об этом убедились воочию. Как же мы это убедились, давайте вместе разберем. В первую очередь давайте, конечно же, изучим наш сайт. Как видите, наш сайт по органике начинает расти как англоязычный, так русскоязычный и рост не прекращается и растет постоянно. Почему так? Потому что мы его продвигаем по особой стратегии и эта стратегия действительно показала новые плоды. Стратегия тонкого контента, конечно, это хорошо, но мы кое-что заметили, что изменило наш взгляд в принципе на продвижение. Во-первых, мы заметили, что иногда ссылки уже не имеют того значения, как они имели раньше, а имеет значение действительно контент, который ты создаешь. Но только при условии, что если у тебя домен рейтинг достаточно высок. Если домен рейтинг низкий, без ссылок вы никуда не продвинетесь. Поэтому этот тренд остался до сих пор еще актуален. Итак, на что же мы обратили внимание? Мы изучаем новые отчеты HREVS обязательно. Это TopPages. TopPages позволяет кое-что выявить. И мы заметили, что в топ вырвалось на третий список очень необычные статьи. Мы заметили, что вылезли новые статьи чат-боты. Окей, здесь все с ними понятно, потому что писалось по тонкому контенту. Но внезапно вылезла страничка раскрутка Instagram. Высококонкурентная тематика. Как же она вылезла? Высококонкурентная тематика и у нас дает кучу трафика и выходит в топ каждый день. Что же происходит? На самом деле, эту статью писал Анатолий. Статья была написана, честно говоря, очень, говорится, необычная. Но ключевая особенность этой статьи, если вы, вот мы ее пролистаем, посмотрим. Вот мне она, конечно, большая, в ней много пунктиков. Каждый пунктик небольшой, они вот много не выделено. Короткий абзац. Пунктик, короткий абзац. Но в первую очередь, что вы обращаете внимание, это примеры. Реальные примеры. Зачем они нужны? Пользователь листает текст, останавливается, затем крутит вниз, останавливается, затем снова крутит вниз, видит текст, прочитывает текст, смотрит на картинку и останавливается. Картинки не рекламные, картинки связаны с контентом. И картинки, которые связаны с контентом, действительно привлекают пользователя. Едем дальше. Здесь мы видим простое имя аккаунта. Рассказываем, показываем, рассказываем, показываем. Трюк простой. Рассказываем и показываем. То есть, если вы пишете просто текст по литву, в которой нет графики. Которая, и более этого, графики вы взяли со стоков. Взяли дизайнеру, заплатили ему денег, он нам нарисовал какую-то ерунду, вставил вот так вот в тексты. Это все пустую потраченные деньги. Просто пустую потраченные деньги. Если вы просто пойдете и что-то пофотографируете с простенькой обработкой или нарисуете собственную схему, чертеж, либо покажете примеры, нарисуете свою графику, которая будет по теме, тогда она будет работать. И очень важно. Примеры. Всегда теория, примеры, теория, примеры. Запомните это простое правило и оно сработало. Анатолий, написав эту статью, он словно наперед знал, что будет работать. И этот трюк, оптимизация контента под пользователя, это второй тренд 2020 года. Если у вас есть какие-то статьи в блоге, уже сейчас можете обращаться к SEOшнику, чтобы он подобрал вам ключи и само собой брать примеры и облагородить статью ими. Если вы видите, что статья мусорная, перепишите ее, дополнив примерами. Примеры имеют решающее значение. Смотрим по другим статьям. SEOfulguide. Что такое CPA-сети? Моя статья, которая в топе по запросу CPA-сети. Я не занимаюсь CPA-сетями, я просто написал, что это такое. Эта статья содержит огромное количество графики и примеров. Огромное количество скриншотов и примеров. Я специально расписывал это все для дизайнера, чтобы он прорисовал инфографику. Показывал примеры, как они себя рекламируют, как они выглядят, как это все работает. Дополнял видео. В тексте само собой дополнял примерами. Примеры имеют решающее значение. Смотрим дальше. Инфографика. Следующий момент это инфографика. Если вы хотите что-то сравнить, иногда проще нарисовать, чем писать. Если вы хотите донести мысль, иногда лучше прорисовать, чем писать. Но это не значит, что тексты должны удалить. Должен быть и текст, и инфографика. Почему? Потому что они должны дополнять друг друга. Следующее, на что бы я обратил внимание, конечно же, ну да, графика я еще раз говорю. Примеры еще раз говорим и рассказываем, как это выглядит. Как видите, статья достаточно длинная, но она, кстати, имеет в себе очень много полезной информации. И я рассказываю по пунктам. Следующий пункт это, конечно же, списки. Google обожает списки. Google любит списки. И если мы посмотрим сейчас по вот этой статейки, как она себя чувствует. Давайте мы на нее приглянемся и посмотрим на нее во хребсе. Вбиваем ее и смотрим. На нее всего три внешних ссылки, которые я, кстати, не делал. Так, так, так. И мы видим, что мы вываливаемся по имидж пэкам, имидж пэкам, имидж пэкам. Видите, следующий тренд, на что обратите внимание, по моим запросам не выводятся расширенные сниппеты. Это значит, что моя статья гарантированно будет привлекать трафик просто за счет того, что она есть. И по запросу, что такое CPA сети, я себя прекрасно чувствую сразу после рекламы. Это первое место, которое никуда уже не денется. И этот тренд нужно будет знать. То есть нужно выбирать те виды выдачи, где однозначно не выводятся. Как вы видите, только один был видеоблог, а блоки вопроса находятся гораздо ниже первой страницы. Поэтому Google еще не выводит расширенный сниппет. Поэтому третьим трендом в SEO будет это подбор запросов, которые генерируют меньше расширенных сниппетов. По этому поводу я писал огромное исследование. Я сейчас вам его покажу. Оно касалось того, что расширенные сниппеты действительно негативно влияют на SEO, если вас в них нет. Если в них есть ваши конкуренты, расширенные сниппеты заберут вашу выдачу и уменьшат кликабельность. Мои исследования касалось того, что пользователи все реже и реже кликают, что всего лишь 49 процентов пользователей, ну как вы видите, меньше чуть-чуть, не кликают вообще, когда заходят в поисковую систему, в частности в Google. При этом поисковых запросов количество постоянно растет, как мы видим. Органический трафик у нас как бы составляет, получается всего там малый процент страниц получает органику, то есть всего лишь там 9 процентов всех страниц сайта получают трафик, а все остальные органику не получают вообще. То есть это сайты мертвецы, которые не получают трафик. Итак, и на что мы хотим обратить внимание, это конечно как CTR зависит от позиции в поиске. Мы обратили внимание, что CTR в поиске падает, но с каждым годом он снижается сам по себе. С каждым годом CTR падает и это связано с тем, что это связано с расширенными сниппетами. И именно расширенные сниппеты негативно сказываются на том, что органика падает. Итак, если вы хотите понять, на что нужно ориентировать внимание свой собственный контент, это в первую очередь, как я сказал, Google Bird. Во-вторых, дополнять контент примерами. И в-третьих, выбирайте такие ключи, где расширенные сниппеты не заберут, не отворуют у вас выдачу. По поводу исследования по расширенным сниппетам и видео по расширенным сниппетам, ссылочки будут в описании. Следующий тренд 2020 года, который мы обсудим, он наступил гораздо раньше. Он наступил еще в прошлом году, мы его так называли Google Medical Update. И он трансформировался в так называемый Update EAT. Анатолий про него рассказывал. Он означает Expertise, Authority and Trust. Типа экспертность, ваш авторитет и ваше доверие. Фактически этот алгоритм затребовал определенные изменения для сайтов, которые занимаются информационным контентом. И затронул, в первую очередь, сайты медицинские, сайты, связанные со здравоохранением и, конечно же, любые образовательные проекты и, в частности, немножко и новостные ресурсы. По поводу новостных ресурсов, чуть-чуть остановлюсь попозже. Это касательно распространения фейков. Здесь еще пока борьба, я кажусь, продолжается. Она еще не завершена. По поводу борьбы с фейками еще работа будет вестись дальше. Что это значит? По поводу того, с чем Google столкнулся. Google столкнулся с тем, что пользователи научились обходить трюки, то есть при помощи трюков обходить систему поиска для продвижения не всегда качественных продуктов. Например, вы продаете препарат. Препарат, который официально не разрешен для продажи в этой стране. Вам ничто не мешает поднять блог, который рассказывает про лечение каких-то болезней, которые должен лечить этот препарат. Поднять его, рассказать, как работает, как лечится, какие применяются, сколько живут. Все-таки большие, хорошие, простые статьи с картинками, с графикой. Реально чуть ли не медицинские справочники можно отрерайтить, которые лежали там у бабушки много лет назад. Можно это все еще перевести на английский, чтобы уже на тот рынок продавать сразу. И поднять такие блоги. И на этих блогах везде расположить рекламу на этот сайт. То есть везде сделать как реклама, ноу-фоллоу, спонсоры, все как положено. То есть нам будет вестись реклама, рекламная ссылка на такого рода сайт, где эта продукция будет продаваться. Либо баннер для продажи этой продукции. В итоге вы вроде бы продвигаете блог, а он продает, продает, рекомендует продукты. Еще есть такой трюк, когда вы берете ваш продукт и продукт конкурента, и пишите статью обзоры. И раздалбываете конкурента, разбираете его на песочке и так немножечко иногда трогаете продукт, который вам нужно продать. Трюк с обзорами тоже работает. И таким образом вы продвигаете, как говорится, сайт, вроде бы ничего не в этом не рекламируя. Ну то есть вы как бы не рекламируя продвигаете сайт. И Google Niles начал с этим бороться. Этот алгоритм коснулся в первую очередь. Про этот алгоритм написали ряд СМИ и сейчас мы это посмотрим, чтобы у вас больше не было никаких сомнений, какие изменения на сайте нужно внедрить. Ну и так, если мы будем говорить про алгоритм AAT, нужно начинать конечно читать непосредственно про Moz.com. Moz.com говорит про AAT, говорит про этот алгоритм, про то какой контент Google хочет видеть. И собственно вы помните, что этот алгоритм он связан был с your money, your life, который я рассказывал был в прошлом. Вот собственно про него рассказывали, Google вводит самый важный. Так это рекламная ссылочка. И непосредственно рассказывал про алгоритмы, которые требуют внедрить. Статьевочку можно почитать, здесь про него напоминали. То есть и рассказывается про что нужно делать в первую очередь. То есть и как они говорят, нужно найти во первых вот собственно expertise. То есть в первую очередь нужно заняться поиском ключевых слов, которые нужно подавать. Требуется понять, что пользователи хотят под этим словом имеют в виду и на эти вопросы отвечать. И нужно найти баланс между быть там экспертным и быть простым. То есть вот это очень важно. То есть очень нужно быть, очень важно выделять тот контент, который вы пишете, он должен быть не слишком сложным для пользователя, но при этом отвечать на все его вопросы. И также нужно продумывать ряд вопросов, которые могут возникнуть при прочтении вашего контента и на них ответить тоже. То есть вы берете основной вопрос, пишите на него ответ и те вопросы, которые могут отпочковаться от вашего написанного контента, пишите вопросы и пишите ответы сразу же на них. То есть ваша статья напоминает некий такой список вопросов, на которые есть ответы. И этот трюк работает. То есть когда вы берете, подбираете вопросы и пишете ответы, вы продвигаете таким образом свой сайт. Если посмотреть по недавним нашим страничкам, которые мы продвигали. Если посмотреть страничку заработок в интернете, здесь каких-то вопросов у нас нет. Хотя тут есть запрос, как заработать в интернете без вложений, четвертое место. И этот запрос мы зацепили. Также можно посмотреть любые другие странички, которые есть. Мы сейчас посмотрим, продвижение YouTube. Здесь тоже у нас запросы без вопросов, но мы можем поискать везде, то есть где допустим есть вопрос как. И посмотрим те странички, которые у нас есть. Как заработать на Facebook? Как заработать на группе в Facebook? Как монетизировать группу в Facebook? Как вы видите, топовые места занимает страничка, заточенная под вопрос. И на этих страничках мы постарались расписать экспертно весь ответ. И эксперт написала автор. И поэтому мы переходим к следующему пункту, который рассматривает МОЗ. Это авторитетность. Во-первых, по поводу авторитетность вы должны ссылаться на внешние ресурсы. То есть если вы откуда-то взяли информацию, вы ее не придумали, вы ее откуда-то взяли. Нужно сослаться на первоисточник. То есть внешние ссылки являются очень важным фактором. То есть в первую очередь внешние ссылки. Во-вторых, само собой, вы должны определять на кого вы ссылаетесь. То есть если вы ссылаетесь не на первоисточник, а на какой-то не очень качественный источник, это наоборот сработает вам в минус. И конечно же, на что нужно обращать внимание, это на доверие. Доверие, на которое нужно обратить внимание. Вы должны изначально в ресурс сделать максимально качественного. В первую очередь, на что обращается внимание, это у вашего веб-сайта должно быть физическое расположение. А во-вторых, у вас должен быть протокол HTTPS. То есть третье, собственно, страничка контактов, она должна быть грамотно прописана. Четвертый, страничка Privacy Policy, то есть это страничка этих политика передачи персональных данных, политика безопасности сайта, вот эти приватности, она вся должна быть прописана обязательно. Казалось бы, вроде бы ничего не нужно, но она должна быть. То есть она желательно должна быть в футере. Футер очень важно проработать, вся эта информация должна быть в футере. И если вы принимаете оплату через сайт, вы обязательно должны указать методы возврата платежей, как вы работаете через платежи и все тому подобное. Если оплата производится через ресурс. Ну и конечно же по поводу биографий авторов. И вот этот последний пункт, если вы что-либо публикуете на своем ресурсе, вы в первую очередь должны делать биографии. Яркий пример Надежда Золотухина, это не ноунейм автор, это известный автор, у которого и есть своя биография, в которой есть определенный написанный ряд статей и эти статьи можно все посмотреть. Она написала вам всего пока одну статью. Надеется, она кстати нам напишет еще, потому что нам статья очень понравилась. Что это значит? Это значит, что если вы хотите на данный момент продвигаться в наше время, в 2020 году, все что касательно экспертности, авторитетности и траста, вы должны выполнять. По поводу авторитетности, вы должны во-первых, как делать ссылки внешне, так и на вас должны ссылаться, вы должны писать такую информацию, чтобы на вас ссылались другие источники, мотивировать, делать это через Outreach, любые другие методики. Ну, во-вторых, вы должны уделять внимание именно авторам и непосредственно тому маленькому чек-листу списку, который я перечислил до этого. Итак, переходим к следующему тренду. Перейдем к следующему тренду и будем его уже рассматривать на других проектах, ну, на лидерах рынка давайте уже будем смотреть. И, конечно же, следующий тренд, который я хотел бы изучить, это непосредственно UX и скорость загрузки. Я их не разделяю, это единый тренд, единый тренд 2020 года и UX это то, что называется юзабилити и скорость загрузки то, что называется техническим SEO. Без этого SEO сейчас стало действительно на якорь. Если раньше этому уделяли меньше времени, некоторые SEO-шники иногда просто вообще игнорировали технический аудит, вообще иногда ничего не делали, то техническая SEO сейчас вернулась обратно на другой уровень и действительно не буду говорить снова про SEO-гейк, но наш сайт это тому доказательство, потому что стоило нам исправить скорость загрузки ряда скриптов, отложить загрузку ряда скриптов, отложить загрузку изображений и мы таким образом подняли ряд страниц в топ, просто практически, ну, не сделано их ни единой ссылки, не переписав ни одного слова в контенте. Поэтому, да, скорость загрузки важна и сейчас мы, конечно же, обратим внимание, как это выражается, почему мы видим, что Google будет на это обращать больше внимания, чем кто-либо и мы подозреваем, что и Яндекс тоже. Итак, в первую очередь мы посмотрим, как все уже сейчас у нас реализовано в Google Webmaster и затем перейдем в Яндекс вебмастер. Google Webmaster выходит из нового дизайна он беты непосредственно уже в полноценный новый дизайн и в новом дизайне мы можем увидеть то, что появилось новеньким и кое-что до сих пор пока еще не переехало. Ну, то есть вот то, что еще пока не переехало, можно увидеть, что вынеслось непосредственно на отдельные ссылки, но оно все рано или поздно переедет сюда. Здесь появилось много нового и мое видео по Google Webmaster по факту уже немножко устарело и я рекомендую посмотреть именно вот этот фрагмент до конца. Непосредственно, что помимо переехала в Google Webmaster помимо известного покрытия, помимо файлов в Sitemap, переехала непосредственно скорость загрузки. Теперь не надо постоянно ходить в speed тыкать странички и смотреть показатели, если можно посмотреть тенденцию, как робот Googlebot сканирует скорость загрузки вашего сайта и вы можете увидеть те странички, которые грузятся быстро, которые грузятся медленно, которые грузятся с средней скоростью и непосредственно все эти странички, их количество можно увидеть, какое их сейчас количество есть, то есть сколько страниц с низкой скоростью, сколько страниц с средней скоростью и которые количество быстро на мобилке и на десктопе. У нас пока проблемы с мобилкой, мы этот вопрос решаем, но у нас есть пока AMP, который выручает нас пока на текущий момент. Это тоже очень важно. Удобство для мобильных – это новый отчет, который переехал из сервиса, который проверял постранично, теперь он появился в Google Webmaster. Теперь вы можете увидеть странички, которые хорошо смотрятся на мобилке и те, которые дают ошибки. И, соответственно, теперь программист оперативно исправляет найденные ошибки просто непосредственно из вебмастера. У него просто есть туда доступ. Странички AMP – те самые странички, которые грузятся вместо основного сайта в простом дизайне. У нас очень быстрые AMP-странички, которые работают, но у нас кое-где есть битые странички, мы с этим вопросом боремся, одни странички у нас, бывает, вылетают. Вот некоторые странички не должны быть AMP, мы ее удалили, а она пока еще висит в индексе. Строки навигации. Строки навигации – это, собственно, списки, которые могут выдаваться, то есть где-то у нас были биты, мы их все поправили. Строки навигации тоже теперь видят вебмастер. И странички ЧАВО. Странички ЧАВО – это кое-что новенькое. Про это я рассказывал в прошлом видео. Ссылочка на видео в описании. Обязательно посмотрите этот ролик. И по поводу видео ЧАВО я рассказывал, что это особый вид страниц, особый вид блоков, особый вид контента, который нужно создавать для каждой страницы и прописывать правильную микроразметку. Микроразметку, конечно же, пишем уже сразу JSON-овскую, ставим везде на сайте JSON-овскую, она меньше имеет размер кода, чем обычная схема ORG. Да, схема ORG уже немножко подвигается, JSON-LD ее вытесняет, и Google пиарит массово JSON-LD микроразметку, да и Яндекс к ней положительно относится. Но если у вас стояла схема, ну пускай пока стоит схема, ничего страшного, но если вы делаете новый сайт, однозначно переходите на JSON-овскую микроразметку. Ее переехали одновременно логотипы, и логотипы это то, что можно видеть, где у вас ошибки идут с логотипами. Окно поиска по ссылкам сайта тоже у нас реализовано, то есть где у нас эти элементы есть, можно посмотреть на каких страницах. И, конечно же, структурированные данные, где есть ошибки по структурированным данным, это те самые микроблоки ошибки в микроразметке, которые прописаны в коде. Нужно зайти, найти эту страничку, собственно, ее уже нет, ее уже поправили, и таким образом она удалена. Также выводят отдельно видео, и можно увидеть, где видео проставлено нормально, без ошибок, на каких страницах контента, а где нет. У нас, правда, трюк, у нас видео выложено немножко по-хитрому, по-другому, не в виде классической, допустим, эмбет-кода, а по-другому мы делаем, для того, чтобы было меньше скорой загрузки. Но в целом не везде, но можно увидеть, где оно выложено в виде эмбет-кода. Итак, что это значит? Google не стоит на месте. Google постоянно развивается, и Google выбирает для продвижения определенные тенденции и реализует их, собственно, в единственном сервисе, который доступен пользователю, в котором он выдает всю информацию, необходимую для создания сайта. Это поисковая консоль. Ряд инструментов еще не переехал, поэтому они остались на старом дизайне, в них еще до сих пор можно перейти. Поэтому дизовую линкс и тому подобные сервисы, они все есть, их можно все изучить. Вот они все есть, таргетинг по странным языкам, статистика сагонирования, сообщения, можно увидеть параметры URL, то есть все вот переехавшие, вот их можно увидеть. Вот, допустим, можно перейти в инструмент параметры URL. Это тот самый, который выбирает типы URL и смотрит, какие из них есть, то есть можно обрабатывать URL по разным параметрам. И также есть отдельно у нас удаление, это инструмент удалить адреса из поиска, если ошибочно какие-то странички попали в поиск, вы можете их удалить. Дизовую линкс, как обычно, он скрыт, в него можно попасть только по прямой ссылке. Пока что этот сервис доступен только по прямому заходу. Я рассказывал, как это делать в прошлых роликах. Перейдем в Яндекс. Яндекс озавелся таким новым пунктиком, как показатель качества. Теперь вы можете увидеть показатель качества своего сайта непосредственно в Яндекс.Вебмастере. Это тот самый ТИЦ, переехал и стал Х. Но Х это не просто циферный показатель, который учитывает количество ссылочек. Он является неким сводным и пересчитывает множество других показателей. И мы обратили внимание, по поводу Х и ТИЦ, появилось теперь индекс качества сайта и появилось его сравнение с конкурентами. Он показывает конкурентов, которых считают нужными. Можно их посмотреть, можно их доработать, можно их удалить для сравнения. Можно посмотреть у кого какой Х у себя, на каком месте и на каком месте ваши конкуренты. Да, то есть вполне все очень просто и понятно. Теперь для того, чтобы получать Х, вы должны проводить ряд работ. В первую очередь это у вас должны быть турбо-страницы. Во-вторых, у вас должно быть защищенное соединение. В-третьих, вы должны получить выбор пользователя знак. И в-четвертых, вы должны получить знак популярный сайт. Если с турбо-страницами все понятно, технически их можно реализовать непосредственно прямо в вебмастере. То есть мы можем зайти и непосредственно сейчас найдем этот раздел. Я даже буквально его... А вот, собственно, турбо-страница. Вот здесь оно настраивается. Вы можете здесь, собственно, как подключиться, настройки зайти и изучить эти настройки, посмотреть, как оно у вас настроено. Здесь все настраивается в вебмастере. Вы настраиваете все эти странички. Вам не нужно ничего изобретать. просто прошлись все поля заполнили указали все поля нужные указали посмотрели отладку посмотрели диагностику увидели рекомендации то есть проблем нет то есть есть страницы которые не имеют связи то есть проблем и собственно их нужно исправить в основном исправлять с программистом где это необходимо турбо страницы нужны для того чтобы яндекс использовал ваш сайт в ускоренном варианте с тех же мобильных устройств так как у многих проблемы действительно с отображением сайта на мобилках яндекс выкатил свое коробочное решение он отображает сайты в неком каркасе простом понятном который грузится на любом мобильном устройстве даже на самом дешевом android устройстве довольно очень быстро и таким образом вы решаетесь лишаетесь проблемы отсутствия доступа клиента к контенту вашего сайта то есть яндекс понимает что он не заходит не совсем на ваш сайт но сохраняет все данные для метрики взаимодействия с вашим контентом ваш контент на целом в целом не подгружается ваши скрипты могут не подгружаться но сайт подгружается с контентом и яндексовская метрика соответственно она учитывает эти посещения им этих турбо страниц тоже итак что изменилось нового само собой появился показатель качества сайта появился блок отзывы теперь можно смотреть отзывы которые делают на сайт и отзывы на организации отзывы на сайт вот можно увидеть как на вас реагируют ваши клиенты непосредственно в картах непосредственно на этих справочниках с ними нужно работать если вы с отзывами не работаете у вас серьезные проблемы это что мы обсуждали экспертность авторитетность и доверие доверие сейчас держится за счет только этих отзывов и отзывы должны быть не липовыми не просите никого накручивать просите реально клиента у вас их оставить просто пускай он зайдет и напишет да вы классные ребята мне нравится с вами работать пускай он вам задаст вопрос вы на него ответите пускай это будет просто отзыв где вы просто отреагирует и оставить какое-то взаимодействие с вашей компанией безликие компании сейчас не в тренде и они будут выпадать поэтому работайте с отзывами работайте с репутацией работайте с комментариями я об этом рассказывал в одном из своих видео по поводу управления репутацией и обращайте внимание за нашими подкастами мы тоже обсуждали эту тему репутации и следите за своей репутацией просто из веб-мастера это очень удобно существует и другие сервисы но в юндекс веб-мастере это выведено в абсолют также репутация является трендом яндекса 2020 года это факт что изменилось еще нового во первых переехала функция полезные сервисы полезные сервисы яндекса однозначно необходимый инструмент который нужно зарегистрировать сразу же как только вы начинаете свой бизнес это чаты для бизнеса где дети диалоги закинуть себя обязательно в справочник собственно что мы и тут сразу и проверили то есть на проверили если мы в справочнике или нет проверить себя наличие справочники заходим на справочник проверяем свою организацию допустим там admas gifts вот мы собственно его проверяем вот мы видим себя знак подтвержден с владельцем есть отзывы то есть это то что вы должны делать сразу то есть вы должны сразу себя проверять если вы нас на самом деле это не на этом аккаунте ясно так можно посмотреть какие здесь аккаунты у нас есть которые мы добавляли так и какие знаки верифицированы то есть как мы видим множество знаков вот есть клиенты которыми мы работали вот и можно увидеть как у них все заполнено все справочники заполнены однозначно всегда заполняете ваши справочники если вы будете игнорировать этот пункт то вы потеряете непосредственно в продвижении конечно же нужно добавлять себе яндекс кассы я рекомендую если у вас платежи на как происходят через вы работаете в россии вам нужны платежи я подключайте яндекс кассу для приема платежи непосредственно прямо на сайте вообще наличие любого яндекс сервиса дает вам дополнительный плюс это факт но яндекс метрика я же не говорю по поводу яндекс директа кстати где-то упоминал что трафик с яндекс директа яндекс положительно воспринимает хоть он об этом не говорит что если вы там есть модерацию прошли яндекс более положительно вас ранжирует по поводу яндекс форм это на любителя яндекс облако это общий ваш сервис почта для домина на Яндексе я считаю что в принципе это не является необходимым но если вы начинаете на Яндексе можно ее купить мы часто используем почту mail.ru да кстати и реклама на Яндекс картах Яндекс карты обязательно используйте если вы где-то крутите рекламу своего местного бизнеса пускайте рекламу Яндекс картах она не сильно дорогая но довольно того стоит и она может оказаться очень даже целевой и так по поводу трендов Яндекса мы проговорили работать нужно непосредственно с отзывами работать нужно с турбо страницами это явный тренд 2020 еще мы заметили для инструментов появилась такая функция информация сайте я сейчас нашел это товары и цены для одного из своих клиентов я реализовал сейчас буду реализовывать для всех клиентов абсолютно это добавление товаров и цен непосредственно в интернет-магазин что это дает это дает более широкую микроразметку для одного из моих клиентов это клиент который занимается тортиками я собственно это все заполнил это все поля проходятся то есть непосредственно и это дает того что я могу увидеть как выглядит мой магазин непосредственно на сайте то есть если мы сейчас зайдем на Яндекс и поищем торты допустим Любава на заказ и мы увидим что у него появился здесь рейтинг появился по факту и мы можем увидеть что у него появились цены если мы сейчас выведем какой-то один из стартов кстати да мы сейчас вот так возьмем и перейдем на его сайт вот как выглядит теперь вот собственно его выдача со всеми отзывами с его сценами вот видите появилась пунктик цены можно зайти посмотреть все цены и можно увидеть какие у них цены про организацию какие отзывы на карте это все идет со справочника возьмем какой-нибудь его любой товар допустим топ торт ягодный на день рождения вот так вот скопируем его название и поищем в Яндексе то есть условно говоря так торт ягодный на день рождения видите появилась цена именно наличие этой цены происходит микроразметки за счет того что вы добавили расширение магазин расширение магазин заполненной полости веб-мастере позволит вам в выдаче отвоевать еще определенный кусочек элемента то есть поэтому если вы хотите продвигаться интернет-магазином в Яндексе я рекомендую в веб-мастере раздел товары и цены пройти регистрацию это не требует никаких от вас участий вам нужно всего лишь создать email файл где есть все ваши товары которые вы продаете это обычный email файл табличка таблица которая перед ну как бы в Яндекс Маркет ее воспринимают и реализует у себя то есть это xml файл вот собственно это табличка товаров ее подгружаете заполняете все поля загружаете магазин и получаете расширенный элемент выдачи это все будет как приятные такие вот монетки в копилочку вашего продвижения и того все остальные тренды остались как были там быстрые ссылки которые показываются при первом элементе выдачи это все само собой если вы будете игнорировать эти нововведения есть очень высокая вероятность что конкуренты их игнорировать не будут и явно вас обгонят на все вещи которые я перечислил вот по Яндексу и по Гуглу не требуется большого участия ну там больших финансовых затрат это стоит недорого вам нужно для вебмастеров подключать программистов реализовать если у вас интернет-магазин функционал зарегистрироваться на всех сервисах если вы этого не сделали SEOшник вам поможет даст список для регистрации за вас он регистрируется вряд ли будет а если будет ему нужен полный доступ к вашей рабочей почте к вашим документам то есть чтобы понимали для реализации этих целей да он должен иметь некий бриф документов для регистрации это все нужно реализовать и реализовать конечно же вот первые месяцы вот если вы смотрите этот ролик это нужно реализовать сразу же в первые месяцы работ итак поехали к следующим трендам следующим трендом является та самая пресловутая микроразметка Google обновил данные по микроразметке и теперь их можно все изучить давайте внимательно посмотрим какой тип микроразметки и как она сейчас правильно ставится в нашем следующем видео да тренд 2020 года следующий пункт это микроразметка в первую очередь начнем с того что Google обновил данные для разработчиков по поводу продвижения сайтов да теперь это некая книга которую нужно чтобы ваш программист ваш веб-разработчик прочитал прежде чем вообще принимется что-то делать с вашим сайтом и изучил все от корки до корки также трендом SEO специалиста является то что он должен сам знать то что происходит и знать все эти трюки так что и SEO специалисты должны сейчас быть тоже чуть-чуть программистами чтобы общаться с ними на одном языке и если вы хотите знать что руководство для разработчиков по факту является еще и важным руководством для SEO специалиста вы должны тоже почитать как это работает то есть какие требования применяются сейчас к сайту то есть в первую очередь отказываются банальные вещи чтобы он то есть тренды которые должны выпускаться да это сайт должен быть безопасным доступным для всех быстро грузиться открываться на любых устройствах вот эти вот четыре правила да являются важными вот во-вторых обратили внимание как Google видит ваш сайт то есть вот собственно если функция с использованием джаваскрипта используется на сайте да Google сайт видит вот так то есть также появились инструменты для проверки ссылок создание отправки к коды сайт мэпа это все само собой но мы переходим к вкусному мы переходим к микроразметке и Google обновил этот раздел два года назад этот раздел был совсем другим я тоже обозревал его в прошлых видео так что те данные устарели и сейчас мы обсуждаем по новой все действительно что изменилось по поводу добавление сайта в поиск понятно что у нас по факту осталось все то же самое добавление сайта в карту сайта добавление AMP добавлять локализованные версии для своей страницы то есть это все у нас осталось то есть все эти инструкции у нас есть какие теги использовать я это тоже рассказывал мультиязычность но мы переходим непосредственно к микроразметке или называемые структурированные данные вот наша старая страничка которую мы изучали как выглядит она переехала сюда тип из структурированного поиска в зависимости от того какой тип вы хотите вас кинет на следующую страничку как допустим ставится какой элемент и мы попадаем в справочные материалы то есть я обратил внимание то что список здесь схож списком здесь и поехали в первую очередь на нашем сайте всегда есть статьи для того чтобы статьи получили микроразметку статья мы должны обязательно это сделать и как вы видите для блока артикл можно посмотреть микроразметку и вот как она выглядит вот как выглядит результат вот как она должна в итоге выйти вот ваш код микроразметки которые вы должны внедрить указать паблишер организейшен все эту информацию указать непосредственно на сайт единственный момент мы сейчас должны это все добро просмотреть просмотреть галерею поиска а не то здесь вы должны здесь нет здесь вы посмотреть его нельзя к сожалению это сама просметка собственно здесь мы можем проверить как выглядят непосредственно статьи они выводятся именно таким образом в стирании была функция проверить создать тест это фрагмент кода это просто вывод галереи больше ничего раньше можно было вывести посмотри как выглядит это в итоге google выкинул эту функцию дополнительно то есть если вы захотите проверить как работает микроразметка можно перейти на вот на основные принципы этой микроразметки справочных материалов и вот сейчас структурированных данных можно посмотреть непосредственно какие виды контента предлагается также у нас они отказались от ряда некоторых тегов здесь все это также указано следующий тип микроразметки это конечно карусель карусель позволяет собственно выводить результаты именно таким образом для карусели для рецептов используется да то есть они должны относиться к одному типу у вас должен быть ряд статей article или recite также должен быть указан порядок через position то есть все эти элементы можно посмотреть как это выглядит можно посмотреть пример кода как выглядит микроразметка для и тем лист думаю вопросов здесь у программистов не будет если ваш сайт занимается продажей курсов однозначно микроразметка курс то что вам нужно ссылочку кстати оставлю в описании чтобы вы не переживали отзыв критика да если вы оставляете от вам оставляют сайты критики всевозможные то есть это можно использовать непосредственно эту микроразметку микроразметка набор данных для таблиц для систематизированных таблиц можно посмотреть как она выглядит как видите здесь появилась еще такая микроразметка rdf вот но google пиарит этот JSON-LD и мы это заметили вот как выглядит микроразметка для этой таблицы и сейчас собственно а микроразметка называется data set переходим общая оценка работодателя да есть сайты которые оценивают работодателей и общая оценка работодателя через employer great rating делается именно таким образом не знаю работает ли в наших странах но проверить стоит и поставить для сайтов по поиску работы рекомендуется для этого функции мероприятие если ваш сайт занимается ивентами проводит любой ивент проводит любое мероприятие допустим там у вас была запланирована выставка запланирована продажа там какой-то билеты продаете на какое-то мероприятие все сайты микроразметка ивент должна тоже стоять смотреть микроразметку можно здесь вот собственно проверяем смотрим мы наверное сделаем вот так по-другому сделаем создадим тест ставим сюда фрагмент кода и запустим предварительный просмотр вот как выглядят наши ивенты непосредственно в выдаче да я искал там а их там нет не было предварительного просмотра просто в том фрагменте кода итак едем дальше проверка фактов то что я говорил по поводу информации фейков проверка фактов является важным показателем для этой микроразметки посмотреть ее тоже можно вот как это выглядит код и вот как выглядит предварительный просмотр надо же сами же с ошибками указали но вот можно увидеть как это выглядит расширенная карточка ложь оригинально поехали дальше часто задаваемые вопросы про это я говорил только что буквально недавно и как делается микроразметка для страниц вопросов и ответов и блока вопросов и ответов это делается очень просто то есть выберем код давайте мы просто посмотрим как обычно через этот сервис мне он больше нравится а то не выводит картинку мне не нравится я хотел встретить картинкой просто что подходит для расширенных результатов да кстати по поводу проверка расширенных результатов проверять можете любую страницу подходит ли она для расширенных результатов все ли вы реализовали ссылочку на rich results я оставлю обязательно в описании это на этот сервис это значит вы можете прогнать весь свой сайт на проверку на расширенные результаты мы можем кстати проверить ради интереса сейчас наши статьи и заодно решим стоит ли нам заботиться о нашем сайте стоит ли переписывать статью например вот эту или нет сейчас узнаем и увидим наверное что она не годится и ее придется переделывать почему бы и нет потому что этот действительно тренд 2020 года и нам придется работать над нашим сайтом точно так же как и для сайтов наших клиентов пока он думает мы идем себе дальше инструкция если вы продаете любой продукт любой товар и у вас на сайте написана инструкция по эксплуатации микроразметка инструкция однозначно рекомендуется если вы продаете свой собственный монобрендовый продукт сами его же изобрели сами делали расписанная инструкция однозначно тоже рекомендуется это может быть любая инструкция там как не знаю как включить плиту вакансия если вы за тот же сайт по поиску работы и у вас люди публикуют свои вакансии вакансии для интерактивных результатов поиска тоже нужно стать микроразметку ребята из work you are работаю а зайдите и посмотрите это видео и реализуйте у себя микроразметку мы можем ради интереса проверить реализована она у вас или нет зайдем в любую вакансию ну давайте там директора в одессе поищем давайте вот руководитель развития лаборатории и и инструмент проверки расширенных данных давайте вот мы возьмем ваш уру и изучим пока она изучает посмотрим на практика подходили расширенных результатов мы видим названиеcych ну по поискам по ссылкам сайта мы видим логотипы но много чего не хватает нет таблиц нет чего подобного то есть нужно будет посмотреть вот наша страничка мы за нее безумно рады но много чего не хватает итак это наш сайт по поиску работы давайте вот мы на него зайдем еще раз где мы вот вы его смотрели смотрите микроразметка не установлен просто просто хлебные крошки я рекомендую work.ua если вы еще не смотрите это видео обратиться к своему программисту либо обратиться ко мне и я вам скажу как эту микроразметку нужно поставить ну либо посмотрите это видео и посмотрите как она ставится микроразметка написано вот здесь выглядит она вот так они такие page sorry page нет да ага список стран возможно она у нас еще не работает ну тогда вероятно поэтому вы про нее и забыли да кстати тоже очень важно на этот момент обучать профессиональное обучение программы обучения тоже выводится но пока бета ребята изучаем тут она помечена как бы этот эти вот колбочки данные местной компании здесь однозначно микроразметка json ld ставится на основе google карт здесь все очень просто можно посмотреть предварительный результат расширенная карточка вот некий дэйв вот собственно ответ это как это выглядит в итоге едем дальше микроразметка логотипа понятно вот он логотип чтобы он выводился в результатах поиска мы кстати себе его реализовали но возможно google еще про нас ничего не знает можно проверить и он пока выводит только вместо нас как местную компанию на логотип не обращают внимание и фильмы если вы занимаетесь тем что обучаете фильмы вы в курсе да то есть если вы производитель фильмов киностудии фильмов это делается очень просто для каждой страницы фильмов делаете соответственно микро разметку по фильму по поводу профессии здесь однозначно я ничего не могу сказать потому что вряд ли это работает точно также в наших странах occupation но я не видел этот вариант чтобы кто-то ее реализовывал здесь можно изучить примеры как это работает недавно удаленное действие связанные с местом удалилась товар микроразметка которая должна быть на каждом интернет-магазине собственно самая сложная микроразметка в реализации вот вот есть страница товара есть страница в сервисе сравнения цен давайте мы изучим обе чтобы понимали это разные микроразметки для разных сервисов потому что для товара понятно она должна быть очень простой результат то есть для товаров она в одном формате для сервисов цен она делается в другом формате и того здесь вы можете увидеть микроразметка микроданные это та наша старая схема орг по поводу того как схема орг выглядит вот сравните код в схеме орг сравните код микроразметки то есть тот же самый результат продукта да то есть который здесь есть и здесь есть единственный момент микроразметка продукта вызывает меньше всего агрессии у гугла но некоторые виды микроразметки не реализованы поэтому где-то я бы не менял микроразметку схемы потому что гугл сам на свою же джессоновскую микроразметку иногда ругается итак вопрос и ответы мы про это уже говорили есть вопрос с ответами есть когда ответы оставляет пользователь это очень важно то есть эти вот комментарии их тоже нужно поддерживать отдельно размечать все эти микроразметки qa page question и answer то есть qa page микроразметка есть микроразметка question есть микроразметка answer и вот эти микроразметки они разные то есть их можно посмотреть да кстати как это выводится в результате получения расширенного сниппета вот наш результат раз это когда идут ответы пользователей и идет ответ лучшего вот как выглядит когда на один вопрос несколько ответов вы можете увидеть что здесь qa page answer answer question рецепт самая любимая микроразметка я рассказывал это наших вебинарах следите за вебинарами я буду каждый четверг выходить в онлайн мы будем обсуждать наши проблемы с сайтами клиентов поэтому ссылочку для участия в вебинаре я закрепленном комментарии оставлю чтобы вы захотели попали на него и само собой я рассказывал там про рецепты рецепты это один из видов микроразметки который прекрасно работает и дает шикарные результаты микроразметки рецепты выглядят очень симпатично можно на них посмотреть например это списочка а вот как выглядит микроразметка рецепт почему мы сегодня не выводимся рецепт рецепт рецепты переехали сюда можно их посмотреть вот здесь вот пример они рассказывают как выглядит проект на гличе как добавляются структурные данные как их можно потом доработать и как их можно проверить то есть все пошаговые действия они специально расписали то есть как делаются виды микроразметки в поисковой галерее то есть здесь можно посмотреть в типах перейти на нужный раздел собственно куда мы попали подписка и платный контент если вы продаете что-то у вас есть сервисы для подписки это нужно прописывать это с платным доступом через news article делается микроразметка то есть вот собственно показано как это реализовано через news article выглядит как это очень просто соответственно микроразметка для видео делается аналогично то есть если у вас есть видео контент можно посмотреть для типов страниц разный вид микроразметки я понимаю было немножко утомительно но я прошелся специально по всем прошелся какие виды есть итого если вы до сих пор еще не реализовали эту микроразметку я рекомендую обязательно ознакомиться с этим руководством и передать это вашему веб разработчику потому что трендом 2020 года однозначно будет микроразметка и если мы ткнем как говорится даже в наш яндекс яндекса однозначно микроразметку он тоже учитывает вот и непосредственно у него есть свой сервис валидатор микроразметки где вы можете всегда проверить микроразведку своего сайта и увидеть как как у него дела сейчас обстоят непосредственно на сайте какие виды микроразметки он видит вот можно увидеть где ошибки он видит какие виды микроразметки для сайта он тоже видит и все это можно всегда проверим поэтому микроразметка этот тренд 2020 года и если вы до сих пор это не реализовали ваш программист это не реализовал обязательно оставьте ему это в работу с этого нужно начинать наш год следующий тренд который следует рассмотреть это конечно же брендинг и link building это тренды 2020 года link building вообще никто не отменял и по поводу работы по ссылкам однозначно она не устарела поэтому link building это будет то что нужно будет обязательно учесть 2020 году мы рассматривали в вебинарах какие виды линкбилдинга практикуются какие интересные как делать правильно ссылки в своем уроке seo для начинающих я также рассказывал про основные стратегии линкбилдинга я рекомендую их изучить они в целом не сильно изменились но кое-какие вещи следует знать итак поехали разберем какие виды линкбилдинга предлагает известный всем англоязычный блогер бэклинка на что он считает следует обратить внимание на seo по ссылочкам посмотрим какие стратегии он предлагает он говорит в принципе это просто обновленная старая статья посмотрим на что он определил внимание он выделил new case studies advanced link building и стратегии какие бывают какие стратегии он предлагает поиск страниц для ресурсов как обычно сайза пейдж это измерить найти лучший контент найти протестированный скрипт письма стратегия broken link building который он до сих пор считает то есть считаешь она но я считаю что эта статейка она немножечко устарела а вот case study это то на что собственно он увлекается то есть мы говорим то что сейчас в органике будут работать так называемые стратегии по продвижению изучение кейса то есть когда вы будете рассматривать какие-то кейс именно за счет того что вы напишите какое-то исследование и потом будете его пиарить непосредственно в e-mail их и просить чтобы на него сослались само собой я думаю исследование заберут гораздо эффективнее поэтому когда вы будете рассказывать написать какой-то гайд какую-то инструкцию добавлять туда не просто рерайт а свои исследования свои непосредственно исследовать на них будет более эффективнее ссылаться и конечно же просто написать исследование неважно нужно его еще разослать нужно попросить на него сослаться либо написать свою статью и непосредственно сделать ссылочку на нее еще какие он собственно виды ссылочного продвижения предлагает через поиск картинок отправка писем для e-mail он предлагает после обеда ну как мы видим в целом backlink ничего особо не предложил разве что только предложил другие методы продвижения в целом его статейка не изменилась что же предлагает search engines journal search engines journal предлагает link building и brand building стратегию которая связана в том что старый link building уже уходит в прошлое и говорят что сейчас нужно сосредоточиться на трех видов журналистского написания контента это запланированное написание контента запланированное редакт реактивное и реактивное написание контента первое это запланированные когда у вас есть четкие дни когда вы должны писать вы их сразу прописывать в своем контент-плане то есть это всевозможные праздники это будет день валентина черная пятница в зависимости от типа вашего бизнеса где говорится вам нужно писать контент вы сосредотачиваетесь на этих датах второй момент это реактивное editorial это когда есть некие сезонные мероприятия например какие-то выставки какие-то но вы точно дату не знаете и контент обычно пишется уже когда дата подходит ну к краю и вы на нее ориентируетесь. ну и реактивный аудиториал это когда выходит какая-то новость вот внезапно вышла новость там по апдейту там google'a, внезапно вышла новость по обновлению yandex и вы должны вовремя среагировать и писать свой контент быть первым для того чтобы уже наращивать на себя ссылки более того вы можете привлекать на свой контент ссылке и точно также писать гостевые посты по этой стратегии например гостевые запланированные посты их можно запланировать гостевые реактивные посты запланировать нельзя темы нужно очень быстро уметь писать реагировать ногу со временем и вот третий вид постов его можно более-менее запланировать только вот четко не знаете что вы будете писать сами темы запланировать можно контент что там будет уже пишется по ходу действия и обновляется по ходу действия иначе может быть такая ситуация что вы будете делать обзор сервиса который обновляется и столкнетесь с тем что сервис поменялся дизайна ваша статья уже устарела, еще будучи только написанной. Едем дальше. И, собственно, нужно фокусироваться на видимости, не только на, как называемых, синих ссылочках, как их называть, подчеркнутых ссылочках. Что это значит? Это значит, что очень важно фокусироваться на современных методах ранжирования, это на видимости вашего сайта. Проверить видимость ресурса можно всегда непосредственно в сервисе Ahrefs. Мы, собственно, сейчас сюда и зайдем и в Ahrefs посмотрим видимость крупного, допустим, какого-то сайта. Давайте мы посмотрим, допустим, как выбрать платье. Посмотрим запрос и мы увидим, что есть сайты, которые выводятся по этому запросу. Admi, например, возьмем такой крупный информационник Admi.ru. Я думаю, его все знают. Посмотрим его ключевые слова. Их будет огромное количество, но нас это не пугает. И обратим внимание вот на вот эти Serp Features. Мы возьмем Serp Features и нас интересует Knowledge Panel, Knowledge Card, Top Stories, Features, Snippet и посмотрим, по каким ключам они выводятся. Так. А, это Knowledge Palette нам не нужен. Кновочь этот нам не надо, вот нам надо вот так. Top Stories, Site Links, Thumbnails, Top Stories тоже не нужны. Все-таки нас интересует Featured Snippet. И по каким запросам они выводят Featured Snippet? PageRow Inside Featured Snippet. Самый кассовый фильм, как вы видите. Что такое Менингит? Это. То есть, вы видите, какого рода запросы. Фильмы про успех, Ницше цитаты, лучшие сериалы Netflix. То есть, если я спрошу, по идее, лучшие сериалы Netflix, я получу расширенный сниппет, который я не увидел. Возможно, кто-то другой увидит. У меня его не вывело. Ну, смотрим дальше. Давайте возьмем Менингит. Это. Википедия. И спутник Buy. А вот Admiro, собственно, выводит, какие симптомы при Менингите выводит. По запросу Менингит это. Каким образом передается Менингит? Вот мы видим, что вот выпадает. Посмотрим внимательно на эту статью. Проверим. Ее же мы видим. Да, вот это восемь неочевидных симптомов. Что в этой статье отличает? Вроде бы обычная статья, ничего особенного. Но самое главное в этой статье, это структура заголовка. Смотрим, что она здесь предлагает, по какому фичер сниппету мы его видели. Какие симптомы Менингиты? Восемь симптомов Менингита, про которые должен знать каждый родитель. Заголовок. И вот заголовки. Это описание. Двоение в глазах. Вот мы видим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они все. При переходе я вижу просто структуру заголовка. Мы можем проверить микроразметку этой странички. Мы уже умные. Мы уже знаем, как это делать. И проверим сейчас микроразметку именно этой страницы. Как мы помним, вся особенность кроется именно там. Просто View Action. Больше даже ничего нет. Вообще ничего нет. Значит, не здесь. Вывод, который напрашивается нам. Алгоритмы Гугла изучают не просто микроразметку, а контент. Я взял не случайно этот сайт. Я думал, увижу что-то особенное. Но кроме заголовков H1 и H2, я уверен, что здесь ничего нет. И сейчас мы в этом убедимся и проверим сами себя. Для этих целей я использую свой удобный плагин. Очень удобный плагин. Я про него уже говорил много раз. Кому интересно, напишите в комментариях ссылочку. Я тогда, если наберется много комментариев, оставлю. Вот. И в этом плагине я могу посмотреть заголовки. И вот что я вижу. В качестве H3 сделан список. Да, они пропустили H2, они сделали в H3. Видимо, просто по дизайну это лучше смотрится. Именно H3 он маленький. И именно вот эту структуру и выдала нам непосредственно в Гугле, какие симптомы при менингите. Похожий запрос, по которому статья это ранжируется. И он предложил в Knowledge Panel непосредственно список из заголовков. То есть, для того, чтобы вам писать список, не обязательно заморачиваться непосредственно там с какими-то сложными словами. Вы должны просто грамотно собрать список, если ваша статья посвящена вопросу, ответы сделать в виде заголовков. То есть, не так-то, что и сложно посвятить статью одному вопросу. И если на нее есть несколько ответов, сделать каждый заголовок как ответ. Вот H2 или ваш должен быть четким ответом. Если вы сделаете структуру сложнее, Google не обратит внимание на эту сложную структуру и, возможно, вас не покажет фичерд-сниппет. Поэтому важное критерие написания такого рода статьи – простота. Давайте себя еще раз проверим. Посмотрим на вторую крупную статью, которая имеет фичерд-сниппет непосредственно. Как правильно спать? Давайте поищем именно вот эту статью тоже. Здесь мы увидим чуть-чуть другую картинку. Если вы спите на боку, тот самый Google Bird определил, как правильно спать. Он поискал, как правильно спать, выделил блок, если вы спите на боку, как полезный. Давайте посмотрим, все ли тут так. Можно еще увидеть и другие сайты, другие сайты, другие здесь видеоролики, здесь уже другие сайты. Значит, все-таки Google выбрал именно вот этот блок. И ищем, какая структура сайта здесь. Итак, здесь заголовки очень простые. Как спать – любимый позе. Они сделались, если вы спите на боку, сон на спине, положение на животе, поза эмбриона. И тут ненужные вот эти блоки, которые явно только мешают. Делать надо такие вещи не заголовками, а просто контентом. Это рекомендация. И в этот раз фичерд сниппет, оно не попало, потому что заголовки не отвечают на вопрос. Они просто являются как бы подразделами. Но фичерд сниппет посчитал Google полезным именно этот раздел. Давайте мы его поищем. Если вы спите на боку, здесь есть списочек. И давайте посмотрим, что нам вывел непосредственно Google. При проблемах с пищевым время рекомендуем спать на слесаре. Теперь вот мы ищем этот фрагмент. Вот. Вас, два, три. Что это значит? Это значит, что списки. Самые банальные списки с обычной микроразметкой списка, так называемой HTML-разметка списка. Больше здесь ничего сложного нет. Поэтому есть особые требования, как правильно писать списки для того, чтобы попасть в фичерд сниппет. Я об этом писал в своей статье. Рекомендую вам всем прочесть, для того, чтобы получать расширенных сниппетов в трафике уже сегодня. Поэтому вы должны помнить, что ссылки на втором месте теперь важны после видимости. Поэтому оптимизация контента это тренд 2020 года. И вот, собственно, что такое расширенный сниппет. Я здесь рассказывал, по каким запросам он генерируется, по каким предлогам он генерируется. И здесь есть расписанные мною требования. Требования простые. Текстовые блоки длиной до 46 слов дают результат по расширенным сниппетам. Оптимальная длина абзаца 272 слова. Каждый параграф должен начинаться с ключевого вопроса. Оптимальная длина списка 8 пунктов. В списке старайтесь писать не более 10-12 слов. Слишком длинные списки игнорируются. Таблицы всегда сжимаются с двух сторон и не более трех колонок. Оптимально использовать 5-7 строк таблицы, чтобы сниппет сработал. Изображения на сайте должны быть сверстаны в соотношении 4 к 3. Пропорция. Оптимальное разрешение для графики попадания в расширенный сниппет это 600 на 425. Это примерно стандартный сниппет Google картинок, который выводится в Google картинках. Поэтому продвижение по Google картинкам рекомендуется. Здесь я в статье показал примеры, как это выглядит. Как выглядят те самые наши расширенные сниппеты. Итого, видимость важнее, чем просто ссылки. Ссылки конечно нужны, но видимость важнее. Поэтому оптимизация контента это ключ номер один для вашего продвижения. Ну и последний тренд. Не помню, какой у нас по счету 9 или 10. Вы можете посчитать их и написать мне в комментариях, где я ошибся в счете. Это конечно же программирование. Сейчас без знания языкового программирования будет очень сложно. Python, C, JavaScript это то, что нужно сейчас даже начинающему SEO специалисту. Поэтому я вынужден даже сейчас то, что не учил, подучивать, интересоваться как это все делается и изучает скрипт. Да и вам рекомендуется брать себе человека в команду, который это тоже должен уметь делать, банальные вещи ставить. Потому что до этого я что умел делать? Я умел там поставить скрипт в шапку, написать скрипт там для целей там в гугле. То есть банально такие вещи, чтобы Google аналитика и андекс метрика работал. Но сейчас знания требуется все больше и больше. Нужно уже теперь на глаз проверять, правильно стоит ли стоит микроразметка, как работает валидатор. То есть вот такие базовые вещи уже нужно знать даже начинающему SEO специалисту. Уже без этого просто никак. Итого, что нас ждет в 2020 году? Подведем такие итоги. Конечно же, это переработка контента под интент, под намерение пользователя, под современные методы алгоритмов. А во-вторых, это работа с микроразметкой. Микроразметку придется переделывать, дописывать, вставлять, потому что за ней нужно будет сейчас внимательно следить. В-третьих, это вот на примере Яндекса регистрация во всевозможных сервисах. То, что называется сабмитинг. Сабмитинг. Поправьте меня, если я не прав. Как правильно ставить ударение? Добавляет себя всевозможные сервисы. Сервисы Гугла, сервисы Яндекса, другие сервисы. Да, даже в другие сервисы. Мы обнаружили, что из сервисов Гугла вот буквально недавно, вот просто вот нам написали люди, задали вопросы на Гугл-картах. Мы на них уже начали отвечать. И это работает. Поэтому, более того, у некоторых клиентов можно увидеть, что отзывы видны не только с сервисов Гугла и сервисов Яндекса, а со сторонних сайтов. Все отзывы тому подобных сайтов тоже там вытягиваются. Через Yelp тянутся отзывы, другими сервисами тоже. Поэтому там тоже нужно присутствовать. Везде нужно регистрировать свою компанию со своим именем, со своим профилем, со своими контактными данными. Без этого уже никак. Следующим трендом это, конечно же, является брендинг. Брендинг я чуть-чуть затронул. По поводу того, что нужно писать посты. Нужно делать уже сейчас контент-план для того, чтобы писать качественные гостевые посты в местных СМИ, чтобы писать публикации себе, соответственно аналогичные, чтобы привлекать ссылки. Более того, нужно писать исследования об этом бренде напоминает. Нужно писать большие исследования, чтобы на вас захотели сослаться. Быть в ногу со временем, не забывать о рынке. Предлагать конкурентный продукт. Да, конкурентный продукт, потому что иначе люди не будут ходить к вам, если вы продаете старье либо по неправильным ценам, либо продаете устаревшие услуги. Поэтому на это нужно обратить внимание. В наступающем году хочу посоветовать вашим авторам писать контент, который понятный пользователю. Не писать сложно, но писать не чушь. Однозначно поработать с EAT, сделать себе странички авторов. Мы про это уже рассказывали, не буду уточнять. Страничка авторов обязана у вас быть. Микроразметка соответствующая должна стоять для страничек авторов. И контент, который пишется на вашем сайте, должен быть естественным и написанным реальным автором. Само собой, контент нужно сопровождать примерами, кейсами, реальными советами, а не где-то взятой информацией с интернета. Я показывал пример, что статья, которую мы просто написали по самой высококонкурентной тематике, взяла топ только за счет того, что в ней есть реальные примеры и пользователи посчитали ее ценной. Я писал видео по поводу баннерной слепоты. Люди пропускают картинки, рекламу и бессмысленные картинки тоже. Поэтому делайте так, чтобы картинки останавливали взгляд, отвечали на вопросы клиента, не пытались что-то продать, а давали ему ответ на его вопрос. И конечно же, не стоит забывать по поводу написания контента под расширенные сниппеты. Помните, видимость иногда важнее, чем просто ссылка. Правильно написанный и оптимизированный контент имеет решающее значение. Поэтому ваши копирайтеры, ваши авторы должны, обязаны проходить какие-то определенные курсы, чтобы правильно писать статьи, которые будут грамотно оптимизироваться. Если ваш копирайтер пишет безграмотно, некрасиво, пускай он свяжется со мной, я помогу ему, он станет великим копирайтером и сможет писать качественные статьи просто для вашего проекта. И с этим у вас не будет никаких проблем. Итак, я думаю, я затронул все темы. Не забывайте про наши вебинары, присоединяйтесь к ним, в живом общении мы иногда можем обсудить очень интересные темы. Можете задавать прямые вопросы иногда нашим спикерам. У нас скоро будет снова выступать Рудник, будет выступать и другие спикеры. Я просто не знаю, когда этот ролик выйдет, до вебинара с Буйловым или после, скорее всего уже после. Поэтому также следите за следующими вебинарами, которые у нас планируются на канале. Анонсы всех вебинаров мы сделаем у нас на сайте. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok